Михаил Мамиашвили, президент федерации. Я вот только что подводил в самые итоги, сказал, что очень здорово, похвалил, что один из речащих чемпионатов без эксцессов. И вот чуть-чуть в конце вот напряжение такое, ну казалось бы, о чем спортом, если выиграют челлендж, он не повлияет, на мой взгляд, на итог спорта. Челлендж не меняет, да. Челлендж не меняет, я мне уже хотел о другом, я коснусь этой темы. Я, во-первых, еще раз хотел бы слова глубочайшего уважения, благодарности организаторов, руководству Московской области, губернатору, главе Арафаминска. В сложнейших условиях, но было все сто, логистические условия, блестящие. Само отношение здесь. И, конечно, долгий год для кого-то полтора без большого ковра, без соревновательной практики, конечно, это все осложняло ситуацию. Что касается вот этого инцидента, знаете, в любой отрасли, в любой специализации есть люди, которые прямого отношения не имеют, не могут проявить себя в плане созидания. Ну им как-то надо себя проявить. Вот они и высказывают публично, очень заметно, эмоционально свою любовь к той или иной территории. Самая реализация такая? Якобы свою принципиальность, имея, ну, мягко говоря, опосредованное отношение вообще к предмету, который сегодня здесь состоялся. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Сама борьба, как впечатление от схваток? Ну, отрадно то, что явные лидеры подтвердили свою состоятельность. А в некоторых весах мы увидели действительно талантливых молодых спортсменов. Например, Соти в полутяжелом весе занял второе место. Конечно, там явные преимущества и по опыту, и по знанию борьбы. Конечно, Абдор Шинзакуваев безоговорочный победитель. Тем не менее, Соти показал то, что он имеет полную перспективу. Молодой парень, 20 лет ему. Буквально полтора месяца назад на этих коврах здесь он завоял золотую медаль на оперинстве России среди молодежи. Значит, смотрите, тяжелый вес. Очень хороший мальчик. Очень хороший. Я надеюсь, что за ним будущее в этой весовой категории. Если ему не будут мешать псевдоболельщики и псевдоспециалисты, если он продолжает работать с настоящими тренерами, те, которые уже не раз выводили своих воспитанников на высочайший пьедестал. Поэтому пожелаем всем успехов. Мы одна семья, мы объединены одной задачей. Максимальный результат, я думаю, что будем к этому стремиться.